Ну, авторы закончились, Альманаха. Объявляем свободный микрофон. Ну, как свободный микрофон? Вот, например, я вижу двух авторов ИСП. Вы хотите что-то сказать, почитать стихи? Вот я помню, последний раз я вас видел в Нью-Йорке. Помните? Да, после этого мы с вами не видели. Это было несколько лет назад. Мы не следим за деятельностью друг друга. Добрый вечер. Я не могла не прийти на это собрание. Скажу почему. Потому что я родилась в Луганской области. Город Ровеньки, Шахтерский. И 33 года я уже, конечно, живу в Москве. Сюда я приехала, еще был Советский Союз. Не было такого понятия национальности, как сейчас, помню, освисел в техникуме в Донецком. Лозунг. И там было написано, больше нет национальностей в Советском Союзе. Есть одна общность. Советский народ. Вот так. В год моей свадьбы умер Брежнев. Прямо на второй день после моей свадьбы умер Брежнев. Вот здесь все и началось. То есть мы расписались 7 ноября, а вот умер 10. Я приехала жить в Москву. И, конечно, с Москвой я пережила все вот эти бесконечные революции, перемены, дефолты и всему тому подобное. Ну, долго меня Москва не принимала. И все-таки она приняла меня и стала мне родной. Но и родину я тоже не могла забыть. Это моя родина. Там жили мои мама, папа. Они все, конечно, умерли. Прошло уже много времени. И так случая, что в 2012 году похоронил свою маму, поставил на могилы памятники, я решила проехать по Украине. Я ушла с работы. Первый раз там за 30 лет, потому что, чтобы жить, нужно было работать. Везде и там, и здесь. Чтобы выжить, вырастить своих детей, конечно, я много работала. А здесь, так случая, после смерти нужно было решить вопросы на Украине. И я нашла время и решила проехать по ней. Равеньки, Луганск, Донецк, где я училась 3 года в кулинарном, так сказать, техникуме, где я познакомилась со своим мужем в Ялте. Тогда не было таких вот... Он был москвич, я была, не знаю, вообще провинциалкой последняя. Украина в 2012 году была просто прекрасная. Я удивляюсь, как это могло случиться. Донецк, он просто... Наконец появились дорогие иномарки, такие же супермаркеты. Как бы так случая, что мама моя родом с Киевской области. Я не могу разделить Украину на Донбасс. У меня кровь моя и там, и там. То есть я выросла в Донецке, в Донецке, в Луганске. А мама моя из-под Киева. Я поехала под Киев, и наконец я проведала могилы своих бабушки, родных. Встретилась со своим, наконец, родным братом, с которым 35 лет не виделась. Киев был просто великолепен. Вы не поверите. Вот это как раз бы после чемпионата мира. Майдан. Я думаю, боже, надо с мужем приехать здесь пожить, посмотреть. Кругом купола, православный город. И здесь в 2013 году это начинает все происходить. Я даже не могла поверить, что это возможно. Честно вам скажу, вот все вспоминают почему-то древние времена. Да, древние времена. Но мы же живем не в древние времена. Боже мой, интернет, весь мир объединился. Я вот думала, что как-то уже мир объединиться. А все происходит так, как было много-много веков назад. Для меня это шок. Понимаете? Конечно, мы очень переживали о том, что происходит. Мои родители умерли. Я, слава Богу, успела сделать все дела до этих событий. Поставить памятники. Но у меня там осталась в Донецке тетя. В общем, где и свадьба в ее доме. Моя была. Я звала ее к себе. Она не поехала. Вот ей уже скоро 80 лет. Она очень интеллигентный, умный человек. Она сказала, нет, я не уеду. Я ее поддерживаю, конечно, не только словом. Я ее поддерживаю все эти годы материально. То есть ей не платят там пенсию. Там все это сложно. И я, как могу, каждый месяц, найдя каналы, я ее поддерживаю. Это моя помощь. Я не хочу, как говорится, не хочу судить никого. Не хочу много раз глагольствовать. Потому что я согласна почти со всеми ораторами. Каждый из них по-своему прав. Что я делаю? Я помогаю. Помогаю реально. И как бы в Киевской области живет. Мы брат двоюродный. Мы не потеряли связь. Мы также с ним... Я говорю, Володечка, ну когда-то это закончится. Я приеду к тебе опять в гости. Понимаете? Мне это все сложно понять. Вот просто рассказала. Ну так случилось, что здесь, в Москве, у меня открылся поэтический дар. Это наследство моей мамы. Вот. Открылся поэтический дар. И москвичи, они как-то приняли меня тепло. Они меня приняли в свои ряды. Вот с Александром мы встретились. Какие-то где-то толчки. Я стала б розом писать. Да, ну не так уж давно, конечно. А вы уже на курсы учились, да? Я на курсы пошла в Союз писателей, да. Хоть я и работаю сейчас главным бухгалтером, но я стала учиться в этом направлении. Как бы я в Москве уже Плехановский институт закончила. Ну вот талант какой-то проснулся. Я стала его совершенствовать, общаться с людьми. И все это, конечно, очень интересно. У меня есть... Но были вы на курсах первого, правильно? Я была на прозу, а потом, попозже, я там в Союзе писатель еще и поэзии сходила. Интересно, почему вы научили? Да. Ну, научили не знаю, чему. Честно говоря, муза — это такая капризная девушка, что ты можешь учиться. Я имею в виду поэзия. Но стихи при этом писать не будешь. То есть они либо приходят, либо не приходят. Я в этом очень как бы уверена. У меня уже несколько книг есть. Вот сейчас муза от меня ушла. Но это неважно. Я надеюсь, что она все-таки вернется. Эти мои стихи все написаны до событий. Я вот, как кто-то сказал, очень тяжело писать стихи. Ну, о чем я могу писать? О чем? Мне больно. Мне просто больно. Я просто помогаю, чем могу. Все. Я имею эту возможность помочь своим родным, и я помогаю. И молю Бога, чтобы это, в конце концов, закончилось. Судить я пока никого не могу. Должно пройти время. Должно все улечься. Обязательно все уляжется. Обязательно победит жизнь. Обязательно победит любовь. Искусство победит. Ах, раздольная украинская степь. Много тебе написано стихов. Так позволь и мне песнь звонкую пропеть. Подпоет мне хор из степных ветров. Белыми волнами стелется ковыль. Им играет теплый ветер удалой. От такой картины мне хочется забыть. Все печали, что ношу я за спиной. Сколько же в степи чистой красоты. Шире бесконечной силы вековой. Объединяют запахом. Нежные цветы. Я с луганской степью связана душой. Памятью о ней держусь я на плаву. Здесь моя отчизна и мой отчий дом. Упаду в душистую, сочную траву. Утону в бездомной, синий облако. Вот когда я ездила, я и Донецк, конечно, проведала. Вот такой стихотворение родилось. Я еще парочку прочту и все. Донецк. Как быстро тридцать лет прошло. И будто не было разлуки. Скупое осень и тепло доносит молодость и звуки. Донецк. Ты вырос, повзрослел. Кругом фонтанов, плеск и розы. У горожан так много дел. Гранитных памятников, позы. Хранят всю память облом. Торжественно на мир взирая. А за украинским столом Пирует осень золотая. Хочу просто о позитивное, о добре сказать. Наверное, каждый человек должен сначала начинать с себя. Вот с себя. Каждый должен начать из себя. Вот может быть тогда добрее мир будет. Творите добрые дела. Творите добрые дела. Творите их по мере сил. Когда вас кто-то попросил Или просто совесть позвала. Добро, как пища для души. Отдав его, не жди назад. Оно вернется вас так рад. Своё лишь сердце распахни. Но если в сердце чернота, Ты придави её за горло. Не поддавайся злу покорно. Возделай почву для добра. Добром наполнится земля. И навсегда исчезнут войны. Мир будет песнями наполнен. Зря детская не упадёт слеза. Спасибо. Спасибо.